Если до этих пор умудрился. Дальше-то вряд ли. Сказать, который из компаний надежных ребят принадлежал человек, окликнувший из подворотня бетона, представляется затруднительным. Да и не так это важно. Отликнул и окликнул. На том спасибо. Мог бы молча шмальнуть. Извините, это вы мне? Дед Мороз недоуменно, но без опаски вглядывался в полумрак подворотня. Закругляй самодеятельность, посоветовали из тени. Не на елке. Гони настоящий. Сколько можно ждать? О! Дед Мороз с пониманием улыбнулся. Вы хотите получить подарок? В голосе его было столько радушие, что человек в арке испуганно попятился, быстро сунул пятерню за отворот ватника и в полумраке стал похож на Наполеона, бегущего из России. Да-да! И шуточек, бетон, предупредил он. А то сам подарочек слопочешь. Подарочек? Мне? Оживился Дед Мороз. Это так мило с вашей стороны. Уверен, весь год вы слушались мамы и вполне заслуживаете награды. Осталось только рассказать стишок и настоящий квашек. Дедушкины слова нисколько не воодушевили обитателя тени. Кончай взмываться, бетон взмыл он. Какой черт у гостяшок? Любой подойдет. Дед Мороз сдвинул шапку на бекрень и выпростов ухо из-под седых пудри приготовился слушать. Но лучше, конечно, о дружбе. Знаете эти бессмертные строки? Нас зовут лесными звери под зеленой крышей жить. Да что же это? Пробормотал человек в арке и чуть не плача воззвал в темноту. Сидор! Не могу я с ним ровно позарить. Он говорит, его лесные крышуют. Слыхал? Слыхал, слыхал. Со стороны погруженного в ночь двора вдруг вспыхнула целая рампа огней, густо облепивших кембурятник могучего джипа. В арке сразу стало солнечно, как на пляже. Но и на солнце бывают пятна. Теломным скособоченным пятном от машины отделился и заковылял, опираясь на звонкую крость, лысый остроухий силуэт. Ничего-то ты не понял, хламяк, сказал Сидор, проходя мимо человека в арке. Зря только кормлю вас, убогоньких. Не с питоном ты базаришь, пардон, беседуешь на шарах. Он вежливо поклонился Деду Морозу. Как не с питоном? Хамяк опасливо переводил взгляд с лысого на бородатого, тщетно пытаясь понять, в чем юмор. Ведь ты настоящий мороз, дедушка, ласково спросил лысый. Но все сто, заверил Дед Мороз. На полной скорости я выбил свою розовую пантеру на Кубанскую и втопил по полной, торопясь к ног, к дому номер два. Из-за грохота двигателя я не слышал стрельбы, но издалека заметил сверкнувшую цепочку. Кто-то был тросилующими. Затем из-за угла показались ребята. Они бежали прочь от дома, оборачиваясь и стреляя на ходу. Последним появился генерал Колесник. Он выпустил трассирующую очередь и честно припустил со всех ног. По пятам за ним с каким-то машинным упорством двигался гигантозавр. Видимо, пули калибра 5.45 производили на тормозную рептилию. Слабоватые впечатления. «Наводи!» — ряхнул я, прижав к горлу лингофон, и тут же застопорил фрикционы. Ствол, как указка, пополз вслед за чудовищем, неотвратимо догоняющим Колесника. Шахнуло! Пахнуло огнем и пороховым дымом. Автомат четко отработал перезарядку орудия, но второй выстрел не понадобился. Генерал Колесник подбежал на ходу, отбирая из себя клочья мяса и, спрыгнув на броню, протянул мне руку. «Ну, держи пять, Колесник. Вовремя подоспел, спасибо. Понял теперь, с чем мы имеем дело?» «Так точно!» — сказал я. «Птичные динозавры милового периода!» «Да плюнь ты на динозавра!» Генерал выстроился поудобнее и вынул пачку Казбека. «Эй, наводчик! Вылезай!» «Великолепно стреляешь!» С Чапаевской интонацией сказал он показавшемуся над башней Валерки. «Угощайся!» «Виноват, товарищ генерал!» — смутился жмуть. «Не курю!» «Да, я и сам не курю!» — сказал Колесник. «Это мятные конфеты. А вы прет от этого динозавра, как от хорька!» «Откуда он взялся?» «Я все никак не мог сообразить, что происходит!» «Оттуда же откуда и твой танк!» — сказал генерал. «Из мешка!» «Я так и думал, — покивал Сидор. Настоящие борода, мешок, подарки и вообще все, к чему прикасался настоящий, все настоящее. «Ты ущучил?» — обернулся он к хомяку. «То есть, да?» — неуверенно протянул тот. «Конечно, но в каком это смысле настоящее?» «Он что, вообразил себя?» «Нет!» — рявнул Сидор. «Он и есть! На все сто процентов натуральный Дед Мороз!» «Ты ведь не бывает их!» — пристерялся хомяк. «Изведи, дедушка. Мал еще сынулька мой!» Сидор ткнул тростью в сторону хомяка. «Не узнал тебя. Но мальчик он очень хороший, и маму слушается, и стишок сейчас отчебочет за милую душу. Начинай, хомячок! Не тяни кота за елку, дедушка ждет, но...» «Да не знаю я стиху!» — захныкал в конец сбитый столк у хомяка. «Как так не знаешь?» — стревожился Сидор. «Что тебе мамка в детстве на ночь читала?» «Какая-то мамка!» — горько хмытнул хомяк. «А она и днем-то ничего, кроме этикеток на бутылках не читала, а к ночи и вовсе буквы забывала». «Думай, хомяк, думай!» — ликорадочно бормотал Сидор. «Будешь камениться шкафом, и, может быть, чтоб ни одного стишка не помнил! Ну, подскажите хоть начало!» «Да мне-то откуда стивские знаки?» — звыл Сидор. «Я с пяти лет по психушкам!» Хомяк уныло покосился на Деда Мороза. «Без стишка нельзя!» «Отчего же умильно распрылся дедушка?» «Песеньку можно! Или танец!» «Ваще-то пару песенок я помню!» Хомяк неуверенно почесал в затылке. «Совкнись!» — прошепел Сидор. «За твои песенки ничего, кроме срока, не получишь!» Он старательно посмеялся, заглядывая под косматые брови Деда Мороза. «Хомячок у нас плесун!» «Кто плесун?» — ужаснулся хомяк. «Стесняется!» Сидор подошел к подручному и потрепал его по загривку, да так нежно, что у того плацнули зубы. «Если что-то мешает, скажи!» — заботливо промурлыкал лысый. «Танцору ничего не должно мешать!» «Ну-ка!» «Два прихлопа, три притопа!» «Только и знаете!» — тяжело вздохнул хомяк. «Прихлопнет да притопить!» «Эх!» — с разгульной тоской заорал он вдруг. «Говори, Москва! Разговаривай, Россия!» Сорвал с головы шапку, хватил ею озень, передернул плечами, откинулся олбанесуществующие кудри и резво ударил в присядку с причитаниями. «Ох, чтоб я строг, баба, селила горох, потопилась кирпичом, чтоб о чем ходить с плечом!» «Один черноголовый!» — бодрил его Сидор. «Хопа-да-да, хопа-да, зеленая ограда! Есть такая песенка, но петь ее не надо!» «Ай-лю-ли, ай-лю-ли!» — Дед Мороз приклопывал рукавицами. «Эх, пидоша!» — напевно голосил хомяк, не переставая выкидывать коленца. «Какой бродяговый! Настоящий экспорированный! Чудо! Зачем же ты, дурак, эту мочалку на морду нацепил! Хомяк тебе не оттерешь! Погубил тебя, дурака настоящий!» «Дурак — нехорошее слово!» — погрозил ему рукавицей Дед Мороз. «Хочешь получить подарок? Зову деда слово и ротлым и смылом!» «Все! Не могу больше!» — хомяк грохнулся на колени. «Что я, хлоун? Козлом спорхать!» «Эй, эй!» — предостерегающе взрыкнул Сидор. «Страх потерял, вредитель!» «Люшу тебе, говорят!» «Хватит, бродягу, шмарить!» — прокрепел хомяк устало. «Чего мы изгаляемся над ним?» «Закопаем как человека и груз заберем!» В руке хомяка вдруг появился тяжелый, как отбойный молоток, пистолет с длинным стволом. «Прости, брат, жалко тебя, но...» «Не вздумай!» — ахнул Сидор. В его ладони тоже, откуда ни возьмись, материализовался пистолет, мало чем уступающий хомяковскому. Губительный дуплет, слившийся в один оглушительный хлопок, уже готов был терпким эхом отразиться от свода в подворотни, но не отразился, словно кто-то вдруг вставил в арку огромный кляпор. Все звуки разом оборвались. Несколько мгновений царила неестественная тишина, а затем тихо свякнули, упав на обледенелый аспальт, две тяжелые пули. Дед Мороз со вздохом опустил посох, на конце которого еще посверкивали ледяные искорки недавнего разряда. «Кто дает детям такие опасные игрушки?» — с негодованием сказал он, высвобождая из скрюченных за индивелок пальцев Сидора и Камяка ломко-крошащиеся кусочки металла, только что бывшие грозным оружием. «А если бы вы друг другу в глаз попали?» — строго спросил дедушка. Две густо покрытые изморозью стапли, ничего ему не ответили. «Вот-вот, подумайте над своим поведением, пока будете оттаивать. А насчет подарка?» — дед Мороз на минуту задумался. «Так и быть, будут вам подарки. Одному достанется сердце, другому — мозги. Так вам придется смастерить их самостоятельно. Вот это должно помочь». Он пошарил в мешке, отложив его в сторонку, сунул в руки каждому из снеговиков по цветастой книжке. «Может, это были не бог, весь какие сокровища для ума и сердца?» усмехнулся он в бороду. Но, полежав в мешке рядом с настоящиком, они стали настоящей литературой. Уж вы мне поверьте, я это на себе ощутил. Еще недавно я был таким же, как вы, но теперь во мне почти не осталось бродяги Питона. «Я — Дед Мороз! И знаете, это гораздо интереснее». Он ударил посохом в асфальт, и своды арки окрасились изумрудными, синими, жемчужными огнями. «А настоящих я подарю другому мальчику, или девочке. Но не раньше, чем буду уверен на сто процентов, что они не станут с ним шалить». Сказав это, Дед Мороз протянул руку, чтобы подплотить мешок, и замер в ужасе, передать которой не в силах ни одно самое гениальное перо. Разве что мое. Мешок исчез. Двигатель джипа, забиравшего противоположный выход из подворотни, надушно взревел. Фары погасли, а затем и рыжие габаритные огни, словно брызнув в разные стороны, затерялись в хаосе гаражных коробок, загромождавших тесный двор. «Дед Мороз застыл неподвижно, будто ледяной заряд волшебного посоха угодил в него самого. Мешок, подарки, все потеряно. Что я скажу детям? Как на глаза я явлюсь без подарков?» Старик схватился за двум. «А что скажут дети? Ведь они решат, что я ненастоящий, что Деда Мороза вообще не бывает. Разве может быть что-нибудь страшнее этого?» «Некогда плакать, дедуля!» Раздался вдруг спокойный голос, отливающий однако металлом. Дед Мороз поднял голову. В проеме арки стоял генерал-колесник. «Да, братцы!» Слыхал я, что бывает с людьми за барьером, но такого представить себе не мог. Борода, усы, кудри седые. Все натуральное, не приклеенное. Коновалов, ценный инструктор, хотел ему пульс измерить, и тут же руку отдернул. «Тут холодный, как покойник!» Но генерал на него прицикнул. «Я такой ник, и мутант!» «И Морозу!» «Пройдемте на посадку, дедушка!» «Необходимо догнать похитителей!» Затащили деда вертолет, усадили, пристегнули, взлетели, спрашиваем, кто настоящих заказывал? Кто еще за ним охотится? Кто эти двое замороженных, от которых толку пока одна лужа на полу? Молчит, дедушка, только глазами хлопает, озирается по сторонам. «Откуда?» «Спрашивает у вас этот вертолетик!» «Я же его Игорьку Герьевскому подарил!» «Ставропольской семь, квартира 117!» С понтом не понимает от Мороза, что подарок его, хоть и по-прежнему желто-зелено-красно-синий, а давно уж не игрушка. Но колесник объясняет терпеливо. «Игорьок дал нам свой вертолетик поиграть. Все равно ему до утра не понадобится. Идем спать пора». «Верно, верно, давно пора!» разобался дед Мороз. «А я еще не все подарки раздал! Позор на мою седую голубу!» «Ничего, успокаивает генерал. Лично обещаю вам, дедушка, что к утру все подарки, согласно списка, будут у детей. Мои люди уже этим занимаются. Авторитет деда Мороза не пострадает. Но сейчас важнее другое. Мы должны найти настоящих. Хоть вы и сказочные персонажи должны понять, что эта игрушка самая опасная из всех когда-либо вынесенных из-за варьера». «Вижу про него, деда». Задумался, нахмурил косматые брови. «Почему это, спрашивает, опасная?» Генерал повернулся ко мне. «Бирюков, доложи товарищу Морозу! Только осторожно!» Я растекнул кофр, вынул ствол. Водяной пистолет-мега-дестройер с помпой и надствольным баллоном для расходного субстрата. Пару раз качнул насос. Этого и гражданин-дедушка подарили Геннису Суеву с Паричной. «Дом 12, квартира 80!» кивнул, дед Мороз. «А вот как работает этот мега-дестройер после того, как полежал у вас в мешке рядом с настоящиком. Я расплакнул люк и навскидку пальнул в ночное небо. «Что ты делаешь?» «Отставить!» «Виноват, товарищ генерал!» «Не заметил!» «Посошел, сукина сына!» Генерал некоторое время придирчиво разглядывал в бинокль лунный диск, потом вздохнул. «Ладно, вроде не очень заметно. Кратером больше, кратером меньше». Он снова сел рядом с Дедом Морозом. «Вот такие наши дела, дедушка. Большинство подарков мы уже взяли, но, сами понимаете, нужен весь мешок со всем содержимым. Только где его искать, никто не знает». «Дети знают!» «Дети знают!» «Сказал вдруг Дед Морозом. Ни один ребенок не ошибется, увидев мешок с подарками. И никогда не забудет, где увидел, куда и откуда его несли, сколько он весел, и сколько в нем приблизительно могло быть подарков». «Да, дети!» Колесник невольно улыбнулся. «Эти, конечно, все подметили, да что толку? Да и видел, как давно спеть. Что же нам, побудку на весь город устраивать?» «Не надо побудку!» покачал головой старик. «Я это все заварил, мне и расклепывать». «Звучит геройски», удивнул генерал. «А какие конкретные действия? Пятки детям щекотать?» «Не забывайте, кто перед вами!» «Настоящий Дед Мороз может прийти и во сне!» Бобер, храбочий, спересек полутемный музейный зал, остановился у входа в соседний, прислушался. Вроде тихо. И найдут здесь ни питом, ни сидор, ни хомяк, ни одна живая душа не знает, что он когда-то служил сторожем в музее космонавтики, прямо под гигантским обилийским, изображающим космический корабль на взлете. Теперь главное не торопиться, пусть сюрпризы настоятся как следует. «А там попробуй возьми его, бобра!» «Хредочки!» «Сейчас небось бегают, задницу вмыли, сидор, хомяк, если отдали уже все их команды, выгод, наверняка!» «А с ними вся полиция, армия!» «Хи-хи!» «Даже жалко им!» И вот никто не жалел. «Бобер туда, бобер сюда!» «Бобер рули!» «Бобер пали!» «Хватит, откомандовались!» «Пальнул так, что мало не покажется!» Он осторожно двинулся в обратный путь, чтобы вернуться в свое убежище у основания обелиска, и вдруг замер. Из соседнего зала донесся отчетливый мерный стук. Бобра прошибло ледяным потом. Он понял, что это стучит. Это ударяется в мраморный полметаллический наконечник посоха. С отчетливым скрипом в шейных позвонках Бобер медленно обернулся. Дед Мороз неторопливо шествовал через зал, посвященный первым полетам на реактивной тяге. Он был не один. Рядом с ним, держась за руку, деловитый шагал босорогий мальчик лет пяти в теплые пижамя, усыпанные веселыми утятами. Так ты говоришь, Константин, дядька с мешком зашел в музей? Серьезно спросил Дед Мороз. Ага. Мальчик огляделся по сторонам. Я думал, он будет Дедом Морозу на елке, а елки-то и нет. Бобер метнулся за стен со скафандрами и приник к одному из них, обмирая от ужаса. Да, согласился Дед Мороз, елкой тут и не пахнет. Генерал, сказал он, поднеся к лицу рацию. Думаю, это здесь. Начинайте. И сейчас же изо всех дверей посыпался дружный топот. Появились солдаты в полной боевой экипировке с оружием, приборами ночного видения и не весть каким еще оборудованием. Один из них с генеральскими звездами на погонах подошел к Деду Морозу. Уверенная, спросил он. Дед Мороз молча повернулся к мальчику. Да здесь он к деду, авторитетно заявил Константин. Может, с скафандрами клячется. У бобра подкосились ноги, но он устоял. А пацан у нас не простудится? Спросил генерал, глядя на босые ноги Константина. Обижаете, товарищ командир, Дед Мороз покачал головой. Неужели вы думаете, что я привел бы сюда мальчика босиком? Константин спит в своей постели под теплым одеялом, а нас с вами он видит во сне. Тогда порядок, кивнул генерал, привыкший скрывать даже полное обалдение. Прочесать тут все, приказал он бойцам. И тут бобер не выдержал. С пугнутым зайцем он порскнул по металлической весенке, ведущей к основанию обелиска и взлетел по ней с третьей космической скоростью. «Жилье брать!» крикнул Константин, бросаясь следом за ним. Бойцы тоже не заставили себя ждать. Но всех опередил Дед Мороз. Проскочив сквозь люк в низкое холодное помещение, пересеченное во всех направлениях балками арматуры, он увидел бобра, склонившегося над красным расшитым звездами мешком. «Не уйдешь!» скричал хозяин глюк, направляя на бандита посох. «Стой, битон!» заверещал тот листерик. «Ты не б...» и замер, превратившись в белую ко всему равнодушную статую. «Так будет с каждым!» Когда мы со Стапенко забрались наверх, возле мешка уже поживались дедули и пацаненок с генералом. «Настоящих на месте?» спросил Колесник. Дед Мороз наклонился к мешку. «Кажется, все на месте. Постойте, ай, это что такое? Он вытащил подвескивающий металлом шар размером с арбуз, к которому был привинчен типовой электронный будильник с быстробегущими цифрами на табло. По боку арбуза белой краской была сделана кривоватая надпись «Ядерная бомба!» «Черт!» сипло прокрепел побледневший вдруг генерал. «Она лежала вместе с настоящиком!» Я попятился, начиная понимать. Циферблат отсчитывал последние секунды. «Так вы, ну что, зараз, рваные?» растерянно пробормотал Остапенко. «И чего вырубите?» «Вот тут задумаешься, чего вырубите?» «Бежать поздно, в окно ядерную бомбу не выкинешь и даже грудью геройски не закроешь. Соса-то!» «Положите ее в мешок, сказал вдруг мальчик. И крепко завяжите!» «А смысл?» спросил колесник, глядя, как дегипнотизированный на циферблат. «В мешке лежит настоящий,» объяснил Константин. «Значит, это настоящий мешок. Он не может порваться». До генерала вдруг дошло. «Гениально!» Одним движением он вырвал из рук Деда Мороза бомбу, сунул ее обратно в мешок и завязал в прошитой у горловины тесемочкой. В ту же секунду раздался громкий хлопок. Мешок мгновенно раздулся, как туго набитая подушка, но не выпустил ни струйки дыма, ни лучика света. «Дозиметрист!» тихо позвал генерал. Меня отпихнули. К мешку подскочил Женька Родионов. Поводил дозиметром, прокачал воздух через трубку. Радиация не превышала фоновых значений. Колесник стащил с головы каску и вытер пот. Затем осторожно постучал костяшками пальцев по ткани мешка. Звук получился такой, будто он стучал по гранитному углуну. «А ведь ты, мальчик, только что город спас», сказал генерал Константинов. «А что там внутри?» спросил Дед Мороз ухозуленный мешок. «Там ад», ответил Колесник. «Не прикасайтесь к завязкам. Вообще, пошли отсюда. Старание отцепить до прибытия команды кембойскам». Мы спустились в музей и попрели к выходу. У вертолета генерал пожал руку Константину. «Спасибо тебе еще раз. Извини, если сон получился страшный. Рановато тебе нагружаться такими впечатлениями. Но ведь это всего лишь сон». «Ага», сказал Константин, зевая. «Я его провожу». Дед Мороз взял мальчика за руку. «А потом вернусь. Надо решить, что делать с мешком и с этими хулиганами». Он заглянул в кабину вертолета и сейчас же недоуменно обернулся. «Вид у него был растерянный». «А где же Сидор с хомяком?» Генерал Колесник изменился в лице. «Остапенко вздребил он». «Я!» «Где задержанный?» «Виноват, товарищ генерал». Микола был изумлен не меньше остальных. «Вбихлый». «Вбихлый?» «Ты почему оставил вертолет?» «Да я вижу, что води еще твердые, не витаяли. А тут команда в зимно-зачистку музея. Я ее выдвинулся разом с усими». «Десять сутокариста!» – отрезал Колесник. «По окончании операции, а теперь быстро в музей! Из-под земли их достать!» «Ну, доставать Сидору с хомяком из-под земли не пришлось. Из дальнего зала послышался звон рухнувшего экспоната. Быстрые шаги по металлической лестнице мы бросились внутрь. Теперь-то перехватим. С постамента под обелиском бежать им некуда. Так мы думали. Но, как выяснилось, ошибались. В помещении над лестницей никого не было. Мешок тоже исчез. «Неужели бандиты полезли выше? Пустотелый, обшитый титановыми листами, корпус гигантского муляжа ракеты. Но какой в этом смысл? Только руки-ноги переломают». Я задрал голову. Дед Мороз, ловко цепляясь за арматуру, поднялся уже так высоко, что почти перестал быть виден во тьме монументального нутра. И тут вдруг загрохотало. Я хоть сам и не ракетчик, но, как услышал, сразу понял – тюза ревет. Космический корабль, что простоял полвека на хранитном постаменте, теперь уже не был муляжом. Бобер, оказывается, не терял времени, пока прятался в музей. И настоящий в блюхе обелиска сделал свое дело. Превратил памятник в транспортное средство. Да в такое средство, что его не сможем перехватить даже мы со всей нашей техникой и вооружением. В ришине над нами вспыхнула струя пламени. Все назад, с команды волковистик. Они дают зажигание. Мы едва успели выскочить из музея и отбежать на относительно безопасное расстояние. Закрохотало так, что стоять невозможно стало. Все попадали. Ракета стартовала. Струи огня с ревом ударили, пьедестал велись, как руша перекрытия. Корабль медленно пополз вверх, все ускорялись. Нас отдало жаром. Пришлось менять дислокацию, по-пластунски изрываться мордой в землю, пока ракета не ушла в зимит. Грохот, наконец, стал затекать. Раступили другие звуки. Где-то выли сирены, стрекотало подонные, но успевший взлететь вертолёт. «Где Дед Пороз?» прокричал генерал. Я ткнул пальцем в небо. Он полез в ракету, я видел. Чёрт, пропадёт бродяга. Он уже не бродяга. Пятиглазый огонь, испускаемый дюзами корабля, всё уменьшался, уходя в глубину неба. И, наконец, стал почти неразличим. «А ведь придётся кого-то за ними посылать», задумчиво сказал Колесник. Неожиданно небо над нами озарилось нестерпимо яркой вспышкой. Там, далеко вверху, где-то за пределами атмосферы, полыхнуло ядерное пламя. «Эх, ты чё, чё, за хрень?» невольно вырвалось у меня. Генерал Колесник опустил голову. Он развязал мешок. Когда я снова рискнул поднять глаза к небу, вспышка уже угасла. Ударной волны не последовало, поскольку взрыв произошёл в вакууме. Лишь мерцающий круг, ионизированного вспышкой воздуха, медленно расползался по небу, играя огнями, как северное сияние. «Ну, вот и всё», сказал, наконец, генерал Колесник. «Наша миссия закончена». Виноват, удивился я. «Почему закончена?» В списке ещё один адрес остался. В Ратиславской, 4, квартира 7, Вовик, Чернышёв. Только вот с подарком не совсем ясно. Написано «Коробка ОС». Что это может быть? Операционная система? Генерал похачал головой. «Нет, это оловянные солдатики». «Так надо бы посмотреть, что там с этими солдатиками». «Смотри», — улыбнулся Колесник, протягивая мне планшет. Я раскрыл его и надолго задумался. Планшет был вставлен в зеркало. Мы слушали рассказ Александра Бачила «Настоящий». Ну а во втором отделении, через небольшой антракт, вы услышите его рассказ «Один дома». Ну и рассказ иностранного автора, о котором уже говорил свыше. Антракт! «Да нет, нет, здесь прям комфортнее».